Дождь таки идет Средненький такой дождик Зрежем до конца Здесь считается этот конца Туда и на руки и сюда Это один считается Куда дошла это на щетку Это 18 шагов у меня, и мне нужно это сделать по колену, в колене у меня тут неладно, 350, ну 350 умножь на 18, это 18 шагов я делаю, ну и так получается, там 700 бывает побольше, 700 это 7000, а до моста я хожу отсюда, на машине меряем, поэтому нельзя подехать, так примерно, прикинули. Полтора километра, до обратно, полтора, я думаю, что тут побольше, и за 1000 чем-то, ну и там, видишь, я иду полным шагом, а здесь-то все нехорошо стоит, дождик, а ну и скатывает крышу здесь, вида на воде, я пошел вот туда вреду, где размок, и опасно там, колеса со мной идти, подсходишься, один никого нету, а здесь я даже если еще ни разу тут не упал, и считаю, что это замена того стоит, рядом с домом, я так считаю, зашел 2, 3, 100, палец один, вторую сотню сейчас я набрал, 200, осталось еще 150 раз, и там-то не буду ходить, на вечер оставляю, еще одна сотня у меня вечером будет, и пол сотни еще там остается, это один могут сходить, пол сотни шагов, туда-сюда, туда-сюда, это 6-метровый, но я иду, когда у меня тут денег получают, а сходи небольшие, и сходи, как идет, хотя, сходи, у меня за неделю почистить, взять бедро, и многое, если понять, ну, не знаю, такая погода, где, я хожу здесь, и когда дорога идет, пальцы-то призму, а в это время уже шаги, я знаю, как считать, маленько считаю, взрослой судьбов, что редко, а обычно, царю небесную, начинал, ну, и где же, что-то делается, и бывает заговорить с кем-то, и бывает неплохой разговор, визит куда-жидать, там мусор убирают, которые, визит куда-жидают, и тут привет такой, Алтай, такое место занимает щеки первое, о работе, которая дается непременно, визит куда-жидает, визит куда-жидает, а других там, ну, и дышится, как он, и утащенка там, один-то это безобразие сделал, где-то в воде, мафия какая-то, и он жил, все это смело расправиться, и теперь везде работают славяне, мы там ездили везде, когда он не на месте сидит, что многое узнает, вот сегодня у нас, если не ошибаюсь, 17-го новевря, 2023 года, 5-го, батюшка в этой неделе не приезжает, мне надо готовиться к проповеди, все, двух одному, а тут еще дорогой едут книги наши, сказали истинное православие, 5 тысяч ежемпляров, по 880 страниц, сказали книги, по 500 дорогой там взяли, где мы договорились, а в определенные 4 тысячи сюда, это много, ну и дальнейшая сестра тут мне помогает корректировать, Ирина Кондратьев, Белоруссия, очень хороший человек, ну а тут-то у нас, если знать, следующие предложили, я сразу понял, очень важно, проповеди, которые уже были, которые еще только в видео, и это получается 5, 5 томов, примерно по 1300 страниц, это огромный материал, просто огромный, и надо сейчас примерно под контролем держать, и 123 занятия тематические, потерять педагоги, тоже сюда приклеить, я закончил 38 томов, вызывать 2010-го года, а что после этого было, минимум по 53 проповеди в течение года, а 13 лет, посчитай, сколько это будет, их надо теперь перевести в год, и туда тоже предложить, сколько будет, тоже неизвестно. Ну я на проповеди на Тукаище, где, не скажу, что они просто так не говорятся, все пережитые, огромная информация, просто огромная. Я вот сейчас там обрабатывал тему богослужения, и сегодня я ее раскинул к тебе, там кинул к другим, где ни один архивей, никто это не напишет. Почему? Они этим живут, а я этим не живу, потому что Бог оставил нам не богослужения, а Слово Божие. Идите и проповедайте Евангелие, а этого как раз нету, я бью самое главное. Сколько сектантов, иритиков, переполненные залы, где они собираются, там все в галстуках, все в гриппе, ну понятно, что ересь, им разницы никакой нет. Главное, черство, главное, так это от черства все идет. А если проповедовали, мусульман почти 2 миллиарда, а те были бы и православными, не открывая самую глубину, не я, Господь это делает через меня, по благодати его, будет называться, я говорю, проповедь, в стихах было 4 тома, а по 880 промес, а здесь, значит, 5. Проповеди во свете Святой Библии. Уже корочки ты видел, изготовили как. Как это удастся? Работа просто громаднейшая. Ну, надо делать. А что, кто-то, да не кто-то, сколько людей обратилось? Я уже знаю, речь идет не об одной сотне, как доктор Богословев Павел Бочков, норильский, он говорит, через проповеди мои, через благовестие обратились тысячи людей. А я хожу вот и думаю, готовлю сейчас, как ли, меняется политическая обстановка, будут арестовывать верующих, как при Сталине было. Как приготовиться к этому? Как не жалеть, что вчера-то я бы сделал, а сегодня уже нет ничего. Где-то что-то припрятать. Библия отдельно, Евангелие, которые запретили сейчас, будто бы, которые воюют, давайте написать. Это же вплотную все подошло. И что? Что? Если опыт есть, как ходишь камеру показывать, ему сразу упораж это будет, а он такой, там вроде бьет всю камеру. Ну дурь такая. Как ты повернешься? 70 человек, они один за одной, преступники, по 5-6 раз уже судимые. И ты зашел, и ты будешь командовать там. Это дети проверять будут. А меня никто не проверяет. Я захожу только. Мир дома всему, перекрестился. И самое главное, которое у них, смотрит за этим, там пахан или как назови. Он сразу ко мне подходит, откуда, что я хочу ролик составить на эту тему. И сразу по-другому. И уже вечером вся камера мне подчиняется. Ну не мне, к Богу. Полная мертвая тишина. Кто не курит, вымыть тщательно руки. У меня с собой новый завет. Салтырю. И далее начинаются уроки, как открываются камеры. Охранники стоят слушая. Люди даже не верят. Да то не может быть. Как может быть? У Бога все есть. Меня охраняли, не скажут, что ангелы, а какая-то пометка о КГБ была. Так вы с ней сотрудничали. С кем? С КГБ? Так меня посадили по станции МГБ. Ну то есть, нету широты взора. Когда пути человеку угодны Господу, то он и врагов его примеряет с ним. Считай притчи Соломона. Врагов примеряют. Вот то, что я делаю. Ну сегодня, ну что я могу делать-то? 84 года. Я хожу туда, в коленях все, хрустеть никак. А там плита такая памятная. Баварин, мэр города. Он не просто мэр города был, пишут. В лучшую десятку мэров России входил. И кроме того, он был как отец городу. Сегодня пишут это везде. И он внезапно погиб. Мы одногодки с ним были. Я каждый день прохожу туда, около него, останавливаюсь и молюсь за него. И обратно иду только от моста, молюсь за мост, чтобы они взорвали, никто его не попортил им. На реке Ов, чтобы никто не тонул. Помолиться. А я здесь хожу, я им здесь молитва, молитва везде достает. Тем более, молиться надо снимать головной убор. А там я не могу снимать, дома снял. А если снег падает на голову, там я в шапке перекрещусь. И прошу Бога помочь ему, этому Владимиру. Если моя молитва не угодна, проси меня, Господи. Но он так много сделал. А Господь сказал, кто у нас с чашей холодной валина поет, награда не пропадет. А он нам помог. Вот здание, которое имеем. Фотографии есть. Тут мы по рукам ударили, когда все это, поцеловались. Это опыт. И такого нигде больше нет. Чтобы каторжнику из городского имущества здание отдавали территории. Ну, нет этого. Ну, если есть, скажите, в каком городе, где это было. А здесь, когда уже суд прошел 11 лет, и я его выиграл, процесс, по милости Божией, оплатить нечем. Судебный исполнитель, она пришла, их предупредила. Сделали ответственным городскую администрацию. Пока сладкие не рассчитают, все бюджетники под замком. Ни один не получит, ни рубля. Ну, и со мной заговорили. Это попутно все говорит. Вот я и хожу здесь, может, кому-то это надо будет. А это мне надо, в первую очередь, чтобы я занимался Словом Божьим. Пошел. Я пойду. Так, я 200 прошел, еще маленькой походу. Ой. Слава Богу за все. Аллилуйя.